Всех приветствую, меня зовут Георгий, я представляю группу компании Smart, это торгово-производственная группа компаний. Возглавляю отдел наливных полов и террацию на протяжении уже порядка 9 лет. Сегодня хотел бы поделиться с вами своим опытом реализации террацию в коммерческих интерьерах, в частности, домашних и так далее. Как вы видите на заставке, разумные системы наливных полов, террацию. Почему это, я думаю, вы в процессе лекции поймете. К выбору террацию нужно подходить достаточно осознанно, потому что материал очень щепетливый и требует должной подготовки. Соответственно, начнем мы нашу лекцию с истории, куда же без нее. Зародившись в 15 веке, итальянская террация в Италии, непосредственно в Венеции. Мастера применяли данные продукты на террасах, и отсюда, соответственно, пошло слово «итальянская террация». Брались обычные каменные породы, различные осколки, чего-то, то есть материалы вторичного, так скажем, использования. И укладывались непосредственно на пол, монтировались, и все это зашлифовывалось гриной. Это было достаточно такое самобытное покрытие. В дальнейшем началась эволюция продукта. С ним начали работать, за ним начали ухаживать. Появились приспособления для его шлифовки, полировки. В конце 18-19 века очень много, порядка трех миллионов итальянцев иммигрировали в США, то есть в Америку. С собой они забрали технологию и начали повсеместно применять данные технологии в общественных объектах для мощения различных улиц, скверов и так далее. Американцам эта технология зашла, она понравилась, и они начали совместно с итальянскими коллегами и начали ее достаточно сильно развивать. На тот период времени, как вы можете видеть, это все делалось вручную. Не было шлифовального оборудования, не было приспособлений, технологий, продуктов для доведения, так скажем, этого материала до ума. И на картинке вы можете видеть, как, соответственно, рабочие, монтажники, приспособление называется галера, это некая палка с камнем, уясистым камнем на конце, и они путем незамысловатых движений шлифовали и полировали этот террацию, потому что грубый неотесанный камень их не устраивал. То есть он был неприятен в хождении, он достаточно плохо убирался, соответственно, появлялись различные грибки, и после этого они начали думать, как же им это все, и чем это все покрыть. То есть материал был непрезентабельный. И после вот таких вот незамысловатых полировок, только когда пол был сырой, он, соответственно, раскрывался. То есть раскрывался камень, раскрывались его естественные натуральные цвета. В конце 17 века люди придумали следующую историю. Они начали покрывать террацию козьим молоком. То есть жирность козьего молока давала определенный блеск и придавала глянцевость этому покрытию. И, соответственно, отсюда началась уже эволюция эпохи террации с его покрытием и защитой верхнего слоя от попадания в влаги, от, соответственно, выгорания и выцветания. В дальнейшем все это эволюционировало в различные пропитки, полиуретановые, эпоксидные, различные лаки и так далее и тому подобное. Американцы в то время, то есть, повторюсь, туда эмигрировало порядка трех миллионов итальянцев. И помимо, соответственно, людей, которые хорошо готовили пиццу, пасту, мафиозные кланы, естественно, были и специалисты с историей, с технологией террацию. Американцы начали вкладываться в эту историю. В 70-х годах появился портлан-цемент белый, который позволял колеровать террацию, добавлять различные красители и появлялись различные цветовые оттенки. То есть террацию начал преображаться из грубого, так скажем, покрытия в более элегантный, эстетичный материал. В дальнейшем уличный продукт, условно говоря, он переместился в входные группы домов и зданий, лестничные площадки, сами лестницы. В 1960 году была произведена первая шлифовальная машина, то есть роторная с определенными специальными металлическими падами, которая помогала добиться блеска и глянцевости продукта. К нам данный продукт попал в начале 60-х годов, была массовая застройка, мы говорим о 20 век, 1960 год. Наши специалисты-бетонщики, инженеры ездили непосредственно обучаться в Италию, пытались перенять опыт, технологии, рецептуры, так как на тот момент в Советском Союзе был дефицит именно в плитке керамической так таковой. Это было дорого, это было востребовано, но это было дорого. Соответственно, был дефицит, и задача правительства была заделать большие площадя, где высокие проходимости, нагрузки, максимально бюджетным продуктом, и коим являлся террация. То есть брались, повторюсь, вторичные продукты, различные отсевы горных пород, коих у нас много, Мансуровский карьер, Дагестан и так далее и тому подобное. И, соответственно, дешевым, самым дешевым цементом заполнялись, шлифовались, и, соответственно, вот это наследие, которое мы получили от постсоветских времен, школы, больницы, вокзалы, вот это все террацию, оно основывалось именно в те годы. Повторюсь, после того, как наши технологи получили определенные знания и опыт, привезли их сюда, на родину, случился распад СССР, и все технологические производственные мощности, они были заброшены, появилась, соответственно, и вышла на рынок по достаточно доступным ценам керамическая плитка, и террацию просто канул в лето. Сейчас в сознании, так скажем, нас до сих пор осталось террацию, вот этих вот постсоветских времен, оно до сих пор живо, оно до сих пор имеет место быть, но, так скажем, это имя достаточно нарицательное, и утопичное, то есть в сознании людей на данный момент. Повторюсь, керамическая плитка, натуральный камень, их доступность практически вытеснила с рынка российского, постсоветского практически все террацию. Буквально лишь в последнее время, последние лет пять активно начало возрождаться данное направление, и я вам сегодня постараюсь объяснить и донести, какие, соответственно, продукты сейчас есть на рынке, на какие подвиды делится террацию, соответственно, условно говоря, их стоимости, как он реализуется, в каком виде, в каких форматах, и мы плавно перетекаем к видам террацию. В силу того, что первоначальный вид террация, как в виде наливного пола, исторически сложившаяся итальянская, это достаточно дорогостоящий процесс, я бы даже не сказал, то есть мое личное мнение, что сложно назвать наливной террацию конечным продуктом, то есть в первую очередь это услуга. Иногда ценообразование самого продукта террацию, материалов, входящих в состав, намного дешевле самой работы. Впоследствии вы увидите почему, я это тоже визуализирую и покажу. Второй вариант террацию, он достаточно новый, это террация в плитах, то есть это прессованная, скажем, история. Те же самые различные виды цементов высокопрочных, гранитный мраморный отсев, кварцевые наполнители, кварцевый песок, который под прессом в заводских условиях готовится, соответственно, выжимается в определенные виды плит. Размеры бывают разные, то есть мы сейчас немножко пролистаем. Плит и террацию бывают как гладкими, так и фактурными. То есть в зависимости от назначения объекта можно реализовать в заводских условиях практически любые виды. Как вы видите, размеры представлены от классических 300 на 300 миллиметров до 600 на 600. Технология в Италии, она немножко шагнула вперед по сравнению с нашими фабриками. У них могут производиться слэбы размерами 1200 на 1200, но при логистике, при транспортировке сюда это достаточно хрупкий материал и продукт, возможен бой, потому что доставляется это все логистика либо морским транспортом, либо, соответственно, наземным фурами. И гарантии того, что именно слэбы большие, которые придут сюда, не получат каких-то трещин, сколов, она очень маловероятна. Поэтому берут стандартные размеры, ополечивают их, прокладывают специальным поролоном и они доезжают сюда. Как вы видите на картинке, вы можете посмотреть технические различные характеристики продукта. Грузить вас имя я не буду. Если кому-то интересно, вы зафотографируете, потому что у различного вида объектов есть свои технические задания, требования. Самое главное, наверное, в Террацию нужно выделить, что материал не горючий. Это, во-первых, натуральный продукт. Гореть там попросту нечего. То есть это кварц, гранит и, соответственно, цемент. В зависимости от пропиток может меняться его классификация, дымообразование, токсичность и так далее. Но если мы используем дисперсионные лаки, если мы используем натуральные пропитки, то, соответственно, материал КМ-0. Повторюсь, гореть там попросту нечего. Противоскольжение у нас идет R12, но в заводских условиях можно добиться именно в плитке. Я сейчас особое внимание обращаю на это. Именно в плитке можно добиться абсолютно любой степени. То есть от R9 до R12 не скользящая, глянцевая, матовая. То есть в заводских условиях это все реализуется без проблем. Прочность и нажатие, все моменты на изгибы, влагопоглощение. Это достаточно сторонние технические характеристики. Они, наверное, обычным пользователям, обычным обывателям не так интересны. Это больше для представления документов на какие-то учебные учреждения, медицинские, транспортные, химические производства и так далее. Возвращаясь к области применения этой рации, я постарался выделить основные, так скажем, зоны, места. Это могут быть образовательные учреждения. Как мы знаем, в школах, детских садах повышенные требования к пожаробезопасности. Это очень важно. Помимо этого, есть различные экологические требования. Бытует мнение, что террасо, так как в состав идет кварцевый песок, гранитный отбор, обязательно продукту должен иметь радиологический сертификат. Это очень важно, потому что при закупках на различных карьерах, на различных месторождениях этих горных пород, поставщики должны выдавать специальные радиологические паспорта. Это очень важно, потому что если мы говорим о образовательных учреждениях, о медицинских и так далее, этот сертификат, он очень важен, потому что камни, по сути своей, могут излучать различные радиологические вещи. Правительственные учреждения, это понятно. Бизнес-центры, офисы. Это, наверное, основа всех площадей по террасо в нынешних реалиях, в нынешнем время, так как, опять же, при больших нагрузках, абразивных нагрузках, при большой проходимости, нам важно, чтобы продукт служил долго, он был ремонтопригоден. Если мы говорим о наливных полах, бесшовных, это как раз-таки речь идет о тех вещах, когда в швах не скапливаются бактерии при уборке. Это очень важно. Соответственно, материал ремонтопригоден. Если мы говорим о плитах, то, соответственно, плиты меняются. Если есть какие-то незначительные повреждения именно на поверхности покрытия, то здесь все намного проще. Путем шлифовки и полировки снимается верхний слой покрытия. То есть, да, от микронов до миллиметров. И закрывается все это лаком, и мы получаем практически новую поверхность. Кафе и рестораны тоже достаточно активно сейчас вливаются в, так скажем, в этот процесс. Требования, опять же-таки, по пищевым, по пищевке, как ее на профессиональном сленге называют, они повышенные. В кафе и ресторанах применяются различные пропитки с водоотталкиванием, то есть, да, чтобы агрессивные среды в виде уборки, клининга, да, это щелочные средства, кислотные средства, они не разъедали, соответственно, верхний слой, да, защиты покрытия террацию. И мы не сталкивались с изменением цвета. Промышленные помещения и склады, наверное, процента 2-3 из общей массы забирают на себя по объемам данное направление, но оно тоже имеет место быть. И здесь очень важный момент. Любое покрытие в плитах и в виде наливного пола, оно искробезопасно. То есть, продукт не создает искры. Можно сказать простым языком антистатические полы. То есть, статики на них нет. Если мы говорим о каких-то производствах, ракетостроении, промышленности, где происходят малые токи, то, соответственно, покрытие идеально подходит. То есть, естественно, в системе пирога делаются специальные манипуляции, проводится медная лента для заземления, то есть, для отведения электричества, возможно, скопившегося в пироге пола. Но в целом полы для данных объектов подходят идеально. Гостиницы на своем опыте встречал, но встречал не часто. Все-таки гостиницы, да, 4 звезды, 5 звезд. Они любят более благородные материалы в виде натурального мрамора, гранита, то есть, да, вот таких вот вещей. Но тоже встречались. В Сочи мы делали гостиницу очень красивую. Но, опять же таки, то есть, по количеству квадратных метров гостиницы далеко отстают от вышеперечисленных объектов. Театры, кинотеатры тоже присутствуют, но, как правило, это небольшие зоны, входные группы, повторюсь, то есть, да, применение находят только вот в этих зонах, где нужна повышенная, то есть, износа стойкости. Медицинские учреждения занимают отдельную стезю. Чаще всего там применяются полимерные наливные итерации, где бактерии, в принципе, отсутствуют, да, как таковые. Можно, опять же, убирать различными высокосчелочными растворами, то есть, уборка, да, от бактерий, стерилизация и так далее. Спортивные объекты, вот, буквально скоро будем заканчивать проект «Дружба» в Лужниках. Соответственно, все трибуны теннисного корта, огромнейшего, они сделаны из плит террацу. Ну и торговые центры ритейл здесь тоже имеют место быть данным продуктом, но чаще всего в силу того, что арендаторы не хотят сильно тратиться, а террацу, повторюсь, продукт небюджетный, применяют керамогранит под террацу. То есть, да, условно говоря, плитку с имитацией террацу, с ее рисунком. Это понятно, потому что ритейл – такая вещь, нестабильная, так скажем, да, и понять можно, но есть, были объекты, где мы применяли натуральную террацию, наливное, и заказчик в силу своего дизайна, дизайн проекта хотел видеть именно такие полы. То есть, возможно, есть еще объекты, да, применение, то есть я не затрагиваю, так скажем, дома, квартиры, коттеджи и так далее, потому что наша компания работает исключительно с коммерческой недвижимостью, с большими объемами, которые фабрика производит, именно осуществляется монтаж на больших площадях. В домашнем, так скажем, применении террацию чаще всего встречается в виде столешниц, в виде фартуков, различных там колонн, отделки стен, ванны в том числе. Опять же, сильная конкуренция составляет керамическая плитка, да, под террацию, но, повторюсь, вы никогда не получите такой паттерн, такой рисунок, как на натуральном террации. Все-таки при приближении керамическая плитка, вы видите рисунок, видите пиксельность, да, и это все-таки печать. Наверное, по области применения все. Если есть какие-то вопросы именно по области применения, буду рад ответить. Если нет, мы тогда двигаемся дальше. Собственно, тема сегодняшней лекции, сегодняшнего нашего собрания, это преимущество террацию перед натуральным камнем, керамогранитом, мрамором и так далее. Мне очень сложно было подготовить какой-то такой вендерлист, да, объясню почему. О конкурентах говорят либо хорошо, либо не говорят вовсе, вот, но все-таки террацию это такой продукт, который может совмещать как плюсы, так и минусы всех вышлеч перечисленных мною ранее продуктов. И очень сложно было составить какие-то плюсы на фоне чего-то. Повторюсь, он может как проигрывать в каких-то моментах, но так и выигрывать. Начнем мы, естественно, с преимуществ террацию. Я разделил их на два блока. Это технические и, соответственно, эстетические, визуальные, да. Первое, наверное, что стоит обсудить, это как раз-таки высокую износостойкость. То есть, да, как террация в плитах, так и наливного. Практически покрытие неубиваемое в силу того, что используются высокомарочные бетоны, цементы, мрамор и гранит. Они лишь усиляют непосредственно систему абразивному воздействию. К абразивному воздействию можно отнести много чего, но чаще всего мы сталкиваемся с пешими нагрузками, да. Это агрессивные среды. В нашей, так скажем, широте это особо актуально, учитывая нашу зиму, достаточно продолжительную осень, реагенты, соли, которые мы несем, соответственно, с улицы в общественные интерьеры. И в данном случае террацию, опять же, я не хочу сравнивать, да, делать какие-то отсылки к натуральному камню, к мрамору и так далее. Я буду исключительно говорить о террацию. То есть в данном случае по рекламациям, по сбору рекламации за 9 лет мы не столкнулись практически ни разу. Был один раз, но, опять же, возвращаясь к пропиткам, была применена не та пропитка, дабы достичь нужной пожаробезопасности. Вот. Хотя это были входные зоны. Если мы говорим про наливные террацию, материал практически не подвержен усадке. То есть при грамотной подготовке основания, при хороших материалах, используемых в этом основании, мы, соответственно, практически минимализируем риск усадки и образования трещин на непосредственном покрытии. Также террация устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, то есть прямого попадания солнца, выгорания, желтения. Это практически исключено. То есть со временем, в течение трех, четырех, пяти лет, мы, естественно, получим, если, получим желтение самого лака, возможно, но именно на поверхности террацию, потому что лак, когда наносится, какая-то часть его впитывается в продукт, какая-то остается на поверхности. То есть вот именно тот лак, который остался на поверхности, на протяжении четырех-пяти лет, он может пожелтеть, с ним может что-то произойти. Но чаще всего такого не происходит, потому что он попросту истирается. Вот. Повторюсь, да, здесь уже материал является безыскровым и пожаробезопасным в большинстве своих случаев. Отдельно, наверное, стоит выделить его экологичность, да, повторюсь, если присутствуют все сертификаты, если у поставщика есть все сертификаты на компоненты. Один из наших поставщиков сейчас пытается добиться сертификата лид. Не знаю, насколько он актуален будет в наших реалиях сейчас, но опять же таки, то есть производители, поставщики, с которыми мы работаем, они активно модернизируют свои продукты в силу того, что сейчас очень важный тренд, хотя уже прошлого года, но все-таки он продолжает и имеет место быть. Это экологичность вообще любой застройки, как, соответственно, фундаментальной, так и внутренней, да, то есть интерьеров. Основным, наверное, основным также моментом является тот факт, что данный продукт можно применять как внутри помещений, так и снаружи. Опять же, подобрав специальные пропитки, можно реализовать его на улицах, общественных каких-то зонах, парках, террасах, крышах и так далее и тому подобное. Химический стойкий. Здесь, наверное, стоило бы мне поставить звездочку. химический стойк террасу только в том случае, если, опять же-таки, подобрана грамотная пропитка и покрытие, опять же-таки, не пылит, если оно грамотно зашлифовано, заполировано и подобраны специальные средства для его эксплуатации. С техническими, наверное, закончим и перейдем к эстетическим. По эстетике здесь каждый решает сам для себя, да, выбор террасу, его наполнение, его цветовые решения, гаммы, они безграничны на самом деле. Все упирается лишь в фантазию, в стиль и дизайн того или иного проекта, ну и, соответственно, в карьеры. Ранее мы работали с двумя фабриками, с итальянской фабрикой и с немецкой, в частности, австрийской. Я был, соответственно, на обучениях и когда мы заключали договора с этими фабриками, я на обеих побывал. Это достаточно увлекательная такая история. Как правило, это семейные бизнесы, которые переросли в нечто такое производственно масштабное. И у, так скажем, каждого региона нашей необъятной планеты есть свои интересные породы, свои камни. И, например, сейчас в силу импортозамещения мы не все можем закрыть моменты по цветовым решениям. Объясню, почему. Наш самый, наверное, главный карьер – это мансуровский карьер, где добывается огромное количество горных пород, мраморных отсевов, гранитных, базальты, различные шлаки, которые при полировке раскрываются интересными цветами и красками. И новое направление сейчас для себя открываем – это Дагестан. Дагестан – родина рыжего камня, которого практически нет нигде. То есть в Италии он всего лишь в пару местах добывается, в Германии и в Австрии его, в принципе, нет. И сейчас дагестанский вот этот вот рыжий камень набирает обороты, и мы даже собираемся там, наверное, экспортировать его, потому что он достаточно бюджетный, он легко обрабатывается, недорогая логистика выходит. И, то есть, повторюсь, у каждого места есть свои, так скажем, возможности для реализации тех или иных цветов покрытий. по преимуществам, я думаю, мы закончим, перейдем к отрицательным моментам. Как бы мне не хотелось написать их больше, но их мало. Первое, наверное, самое значительное – это сложности именно в работе с продуктом. В первую очередь, если мы говорим о плитах, терацию, да, и, в принципе, о самом терацию, это его вес. Плита, самая минимальная толщина терацию плит начинается от 18 миллиметров, соответственно, эта плита, которая будет укладываться на плиточный клей, она достаточно много весит. Это мы говорим о плите 300 на 300. Я сейчас точно не скажу, ну, порядка 37-40 килограмм. Опять же, все зависит от наполнителя, его частоты, то есть его насыщенности и так далее. Соответственно, возрастает цена монтажа, потому что обычный, так скажем, обычный монтаж керамической плитки, дрожжение, наверное, происходит вдвое. То есть нужны специальные присоски, чтобы эти плиты непосредственно опускать на цементный клей, все это выравнивать, и его толщина и, соответственно, больший вес дает максимальные нагрузки на перекрытие. Это тоже очень важно в силу нынешних трендов высокого строительства, высотного. Это достаточно очень важный момент. Продукт небюджетный, повторюсь. То есть если мы говорим о плитах терраццо, здесь еще можно поспорить, но, как правило, любые натуральные продукты, любой мрамор, гранит и так далее, это достаточно дорогой отсев. Если мы говорим о качественном, то есть о хорошей фракции камня от сантиметра до трех, это достаточно дорогая история. Используются дорогие цементы, то есть высокопрочные, высокомарочные, тоже может ударить по карману очень сильно. Если мы говорим о наливных терраццо, здесь все еще намного сложнее. Повторюсь, это сложный составной этап производства, как самих продуктов. То есть в систему входит грунт, в систему входит кварцевый песок для аткезии верхнего слоя, соответственно, сам продукт, различные лаки, оборудование для шлифовки и для полировки, расходники, которыми шлифуется эта терраццо, то есть не в заводских условиях, а непосредственно машинами. И отсюда складывается достаточно серьезная сумма, именно если мы говорим о цене за квадрат. недостатки терраццо. Ну это не то, что недостаток, но скорее всего, назовем это так. То есть повышенные требования, которые предъявляются при непосредственно монтаже, да, что плит терраццо, что наливного покрытия, это грамотная подготовка основания. То есть это цементно-песчаные стяжки, дорогие пироги. Особое внимание тоже уделяется непосредственно данным продуктам. Высокая теплопроводность. Если мы будем применять это не в коммерческих интерьерах, а в, условно говоря, дома, в коттедже, это будет достаточно холодно. То есть бетон, мрамор очень сложно набирает тепло в себя, да, рассеивает по себе. Это достаточно холодный продукт, поэтому для общественных интерьеров он подходит намного больше. Мне маякует, что времени у нас осталось немного. Давайте быстренько пробежимся. Это мы уже видели. Соответственно, здесь вы можете видеть производство, как производится плит и терраццо. То есть, да, вот в таком виде справа они, соответственно, упаковываются, складируются. Вот такие мощности производственные плиты эти делают. Повторюсь, это пресс. 320 килограммов на сантиметр квадратный. Мощность этого пресса. Соответственно, покрытие становится практически железно-бетонным. Несколько видов цветов, да, это стандартная палитра террацоплит, разработанная технология. Данные вещи, данные позиции, точнее, они практически всегда есть в наличии, в достаточно больших объемах, поэтому смело можно обращаться. Это всегда в наличии в Москве, в Подмосковье. Фабрика находится в Подмосковье. Вот так вот это выглядит примерно в интерьере. Плиты можно укладывать. Мы достигли определенных успехов в укладке данных плит. Мы получили эффект бесшовности. То есть расстояние, при укладке расстояния между плитами мы делаем минимальное. Подбираем специальные затирки в цвет покрытия и после укладки заполировываем все это повсеместно. И как вы видите, да, естественно, швы в любом случае будут видны, но, так скажем, выглядит все это достаточно монолитно. То есть как альтернатива обычному шовному, да, шовной укладке можно применять вот такие. То есть по цветовым решениям, опять же таки, на какие-то определенные объемы можно реализовывать свои цвета, добавлять какие-то рецептуры, искать где-то камень. Здесь мы открыты к диалогу. Но существует стандартная линейка цветов. Я парочку примеров показал вам. По наливным, повторюсь, здесь все намного сложнее. Все реже и реже применяются именно наливные атернативы, потому что процесс дорогостоящий, процесс достаточно долгий. Если мы говорим о каких-то больших объектах вклиниться в график производства работ, генподрядчика и стройки в целом очень сложно, потому что неважно, один квадратный метр наливных полов, либо сто, они будут делаться определенное время. То есть существует определенная технология, от которой мы не можем отклониться. Соответственно, вот такими машинами все это шлифуется. Слева вы сможете увидеть полировальные машины. Справа непосредственно диски, так называемые пады, которые шлифуются, которые истираются порядка 100 квадратных метров и один диск, вот этот металлический с алмазным напылением, он приходит в поверхность, чтобы достичь вот этой глянцевой поверхности. Основные цвета наших наливных террасу, они представлены вот здесь. В принципе, в наливных террасу в зависимости от, опять же таки, проекта, дизайна, мы можем применять все. То есть мрамор, кварц, гранит. Если вы заметите слева разноцветные камушки, это стекло. То есть оно тоже может применяться. Достаточно здорово выглядит. Вот примерно вот так вот. Плюс наливные террасу можно колеровать практически в любой цвет. То есть если мы говорим о цементных террасу, соответственно, цвет будет достаточно блеклый, потому что цемент имеет свои оттенки. Если вы посмотрите на нижние вариации, это полимерные террасу, которые колируются по каталогу RAL Classic. Мы можем реализовать практически любой цвет. Соответственно, время мое подошло к концу. Вам спасибо за внимание. Если какие-то вопросы, пожелания будут возникать, это QR-код с моими контактами. Любая консультация, вопросы, ответы постараемся помочь в реализации ваших проектов. Еще раз спасибо за внимание. Всем хорошего дня. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...